О том, что происходит в Украине и мире, расскажем прямо сейчас. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Дарья Вершиленко, дарья Вершиленко. Там иностранцам отказано в пересечении границы. Более 900 запрещен въезд в Украину. В районе отведения войск безопасно как для военных, так и для гражданских. К такому выводу пришли народные депутаты. Накануне они побывали в Золотом, что вблизи зоны разведения сил. Там проинспектировали новые позиции, пообщались с местными жителями и встретились с командующим объединенными силами. Сегодня в Раде рассказали, что оборонные сооружения, укрепления, блиндажи быт военных на должном уровне и жалоб от местных жителей не было. Подобные мониторинговые миссии в зону разведения войск парламентарии планируют сделать регулярными. Золотой 4 в районе разведения не будет находиться. По состоянию на сегодня желающих покинуть место проживания Золотой Екатериновка нет. Что касается проблем, о которых говорили люди, сильнее всего на экономическое состояние влияет значительная задолженность заработной платы шахтерам на шахтах предприятия «Первомайскуголь» и связанных с ними сотрудников образовательных учреждений и социальной сферы. Нового губернатора представил в Харькове президент Украины. Кроме того, Владимир Зеленский посетил завод Малышева и провел совещание на Харьковском авиазаводе. В самом убыточном предприятии концерна «Укроборонпром» на совещании присутствовала и корреспондентка ЮИТВ Наталья Белокудрия. Она с нами на прямой связи. Наталья, какие решения приняли? Приветствую тебя, Дарья. Только что завершился визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков. Действительно, всех собирали на самом убыточном предприятии «Укроборонпрома» «Хази», где уже 4 года людям не выплачивают зарплату. Директор во время беседы с президентом сказал, что они не работают, потому что нет госзаказа. Все готовы работать. 2000 сотрудников готовы выйти на предприятие, но выходят всего лишь 500. Только тогда, когда есть работа, еще присутствовал на совещании директор ХКБ Морозова, куда также Владимир Зеленский приехал и самостоятельно пообщался с коллективом. Он сказал о том, что с 2009 года на предприятии был изготовлен только один танк. И он также говорит о том, что большая задолженность, задолженность 3 месяца по заработной плате, нет заказов, люди начинают увольняться. И очень просил помощи у Владимира Зеленского. Также в Харьков приехал Айварас Абрамаевич, и он рассказал о том, что предприятия «Украборонпрома» — это 137 предприятий. Большинство из них находятся, в том числе и в Харькове. В Харькове их 12, и нужно их реанимировать срочно и спасать. Они будут собираться в ближайшую неделю, собирать заседание РНБО и решать, как быть с оборонной отраслью. Я хочу, чтобы вы послушали, что именно сказал президент Зеленский по итогам совещания. Обязательно нужно, чтобы премьер-министр собрал заседание правительства, чтобы там присутствовали представители всех наших правоохранительных органов, чтобы мы понимали, кто наш заказчик, сколько у нас танков, почему мы для кого-то производим, для Таиланда, например, а для себя нет. У нас есть прекрасные самолеты и конструкторы, только производство стоят и ничего не летает. Вот такими словами были итоговые слова Владимира Зеленского. Также во время совещания он представил нового губернатора Харьковской области Алексея Кучера. Он посоветовал ему больше общаться с людьми. И первое задание – это проехаться по всем предприятиям оборонной отрасли, которые находятся в Харьковской области. Наталья, спасибо. Наталья Белокудрия из Харькова. Она была на совещании с участием президента Украины на Харьковском авиазаводе. Там обсудили проблемные вопросы деятельности госконцерна «Укроборонпром». Населенные пункты вблизи передовой в Луганской области ежедневно в сводках об обстрелах. Сегодня боевики прошлись огнем по позициям украинских военных у Крымского. Били по ним из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На днях из тяжелой артиллерии накрыли окраины Новотошковского. Детей из местной школы на время мощного обстрела эвакуировали в бомбоубежище. Что сейчас происходит на Попаснянском направлении, знает корреспондентка ЮИТВ Анастасия Волкова. Ее репортаж с передовой. Сепаратисты окапаются. У них постоянное движение. Тоже до зимы готовятся. Слышно, как бензопилы работают у них. Егор служит на Попаснянском направлении в районе Новотошковского. Позиции находятся на границе подконтрольных Украине территорий и оккупированных. На наблюдательном пункте военный следит за противником. Тот занял соседние терриконы. Сейчас усиливает позиции, роет окопы и перемещает технику. Техника, чуть новая к САУ, БМП. Техника слышно. Самоходная артиллерийская установка, боевая машина пехоты. По звуку дизельная. Сослуживец Егора Роман на фронте четвертый год. Бывший полицейский на передовую пришел водителем-механиком боевой машины пехоты. Сейчас главный сержант подразделения. Рассказывают, в последнее время враг ведет себя странно. Обстрелы идут внутри оккупированной территории. Преимущественно, сейчас враг устраивает перестрелки между собой. Мы не знаем, почему они так делают. Но в некоторых моментах друг в друга стреляют. И по нам со станкового автоматического гранатомета. Позавчера, где-то около обеда, были слышны выстрелы с одной стороны на их территориях. А потом запустили по нам три боеприпаса. Роман показывает фото жены на телефоне. На фронт отпускать не хотела. Она говорила, что не иди, не иди. Но я ей сказал, кто будет тут защищать. Она говорила, не иди, не иди. Но я ей сказал, кто будет тут защищать. Тут же тоже кому-то нужно быть. Потому что если все жены будут так не отпускать мужей в армию, то кто будет служить? На передовой у военного появилось необычное хобби. В свободное время смотрит новости на российских каналах, чтобы лучше узнать противника. Рассказывают, что стреляют по нашим. Ну вот, например, рассказывают, что стреляют по нашим. Кровь из них не бежит. Рассказывают, что мы алкоголики. Из-за таких новостей Роман стал очень критичным к средствам массовой информации. Но это, признается, пошло на пользу. Теперь может отличить фейк от правды и помочь разобраться в происходящем окружающим. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, Юэй Тиви. Боевики с начала месяца усиленно минируют территории вдоль всей линии разграничения, сообщает Минобороны со ссылкой на данные разведки. Мины устанавливают и в так называемой серой зоне. Это нейтральная территория по обе стороны линии фронта. Разведка также подтверждает, что боевики активно строят укрепления и проводят другие инженерные работы. На украинских военных кораблях побывала делегация из США. Ее возглавила заместитель помощника министра обороны США Лара Купер. В Мариупольском морском порту посетили стоянку кораблей тактической группы «Тритон» военно-морских сил. Там осмотрели поисково-спасательный корабль «Донбасс». Вышли в море на малом бронированном артиллерийском катере «Кременчуг». Представители украинской стороны рассказали американцам о ситуации в Азовском море и российской агрессии. Один миллион евро помощи жителям Востока Украины. Австрия выделила транш, который пойдет на поддержку жителей Донбасса и разминирование территории. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. В тексте говорится, так Вена поддерживает Киев в противостоянии России и помогает в операциях по разминированию в отдельных регионах на Востоке. 4,5 тонны воды и 2 месяца репетиции в Харькове представили балет «Лебединое озеро». Артисты танцевали прямо на воде. Было ли сложно готовиться и как оценили постановку зрители, расскажут корреспонденты ЮЭТВ. Классический балет на затопленной сцене. Это постановка «Лебединого озера» французского хореографа Яхана Нуса. Сам он говорит, из-за технических сложностей, пока на такое представление не решился еще ни один театр в Европе. Соединить классический балет с таким представлением в воде никогда раньше такого я не видел. Современные танцы в воде, да, танцевали. Но чтобы балерина выступала в пуантах в воде, это впервые. Настоящий вызов. Для одного представления нужно 4,5 тонны воды. Чтобы артисты не замерзли, ее постоянно подогревают. Балерины рассказывают, в воде выступать намного сложнее. Нужны специальные пуанты, чтобы не упасть. Нам нужно было определенное время, чтобы понять, потому что покрытие во время того, как на нем налита вода, оно само по себе не скользит. Но в какой-то момент вдруг, когда там прошло несколько десятков ног, да, по этому, так сказать, покрытию, вдруг оно начинало скользить. И нам понадобилось время, как бы, варианты, чтобы найти ту обувь, которая дает нужное сцепление. Все билеты зрители раскупили заранее. Дескать, было очень интересно увидеть подобное шоу. Во время спектакля тоже боялись, что танцоры поскользнутся и упадут. Все наудивительно прекрасно. Но все-таки репетиции, подготовка. И, я думаю, профессионализм того же Нуса. Теперь труппа отправится на гастроли в Бельгию. Анжела Лешко, Юэй Ти Ви. Новости об Украине на пяти языках мира на сайте телеканала Юэй Ти Ви. Спасибо, что смотрите. И спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на русском. Менее чем через два часа. Обязательно увидимся на Юэй Ти Ви. Субтитры создавал DimaTorzok